Всем большой привет, дорогие мои зрители! И как всегда, рада вас видеть снова на моем канале. Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный сливочный пирог. А вы, если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, готовьте вместе со мной. Итак, приступаем до приготовления. В писку всыпаем 160 грамм муки, одну пачечку ванильного сахара. Это по весу идет 8 граммов. Также пачку разрыхлителя, либо можете применить одну чайную ложку разрыхлителя. Также добавляем 40 грамм сахара обычного, щекотку соли. И все перемешиваем. Также добавляем 70 грамм сливочного масла. Также все перемешиваем. Докрошка у нас получилась. Теперь добавляем сюда одно яйцо и вымешиваем тесто. Долго тесто вымешивать не надо. Нам нужно, чтобы оно стало единым комком. Вот до такого вот состояния. Форма у меня диаметром 2-4 сантиметра. Выкладываем наше тесто и распределяем по всей форме. Так же формируем бортики. Поправляем наше тесто в морозильную камеру на 10 минут. Берем полкилограмма слив. Разрезаем их на половинки и отделяем косточки. Берем наше тесто из холодильника и посыпаем 1 столовая ложка кукурузным крахмалом. Сверху укладываем сливы. Дальше берем 40 грамм сахарной пудры, 1 чайную ложку корицы. Можете добавлять корицы, можете не добавлять. Это как на любителя. Просто корица и сахарная пудра очень хорошо сочетаются вместе. Поэтому все перемешиваем и посыпаем сверху по сливам. Вот так вот по верху. Вставляем наш пирог выпекаться. Вставляем наш пирог выпекаться в духовку разогретую при 180 градусов на 40 минут. Ну вот, ребят, такой пирог у нас получился. Это все корица коричневая, поэтому не думайте, что он пригорел. Теперь берем ножом, проходим по краям, даем хорошо остыть пирогу, и тогда будем доставать его. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Немножко прям. И можем пробовать. Разрежем и обязательно попробуем. Сверху пирог и обязательно попробуем. Пирог получается такой рассыпчатый. Видите, жидкости никакой нету, потому что фрахман все убирает. Ну и обязательно попробуем. Пробуем. Мммм, пирог такой сладенький. Сливы у меня были не кислые. Если у вас сливы кислые, тогда можете добавить больше сахара. Если не кислые, тогда вот в меру сахара, так как по этому рецепту, как я добавляла. Если понравилось видео, обязательно лайк, подписывайтесь на канал. И так, всем до новых встреч, всем до новых вкусных рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok